Просто посмотрите на эту лапочку. Кто тут такой лапочка? Это Терчили. Терчили. Синий с Новым годом. Синий с Новым годом. Всем привет, меня зовут Инжана. И сегодня такой необычный для меня выпуск. 24 часа чтения. Давно решила снять этот выпуск, потому что еще осенью у меня закрылась в голову мысль, смогу ли я 24 часа не спать. То есть реально не спать 24 часа. Никакого читерства с таймером. И читать при этом. Ну и я, в общем, как барни из... Как я встретила вашу маму. Вызов принят. Вот это вот все. Так что я насмотрела кучу всяких роликов. Посмотрела, как это делается. И тоже решила попробовать. Я не знаю, что получится. Я абсолютно не уверена, что я смогу... Нет, я уверена, что я смогу не спать. У меня была такая практика. Я, в принципе, уже подготовила себе некоторые действия, которые я смогу совершать, чтобы не уснуть. На всякий случай. Типа там выпить кофе, походить по комнате и все такое. Но я не уверена, что получится ли это интересно. Я не уверена, что у меня получится сделать очень хороший монтаж, чтобы это, опять же, было интересно. Я не уверена. Короче, я максимально не уверена. Вот. Но я хочу попробовать. Потому что мне просто интересно. Мне интересно реально не спать. Мне интересно почитать. Мне просто интересно, сколько я смогу прочесть. Но, естественно, я знаю, что не нужно брать толстые-толстые книги в этот марафон. И мне интересно, вообще смогу ли я сделать что-то такое, то есть смонтировать потом в том числе постпродакшен и посмотреть, что получится. Короче, попробуем. Как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Сначала выбираем книги. Идем сюда. Вот у меня вот есть вот тут внизу, то есть это вот та самая полочка, где у меня стоит елка. Это нонфик, нонфик по искусству. И внизу у меня стоит нижняя полка. Это все... фокус, алло. Это все книги непрочитанные. На самом деле очень легко узнать, сколько у меня непрочитанных книг. Это вот ровно вот столько. И здесь есть немножечко еще нонфика. То есть у меня есть еще непрочитанный нонфик, но вот по нонфику я провожу ротацию регулярно, чтобы, типа, что я прочитала, убрать, а что я хочу прочитать, спустить сюда, потому что так мне проще по нонфику. Если тут будет стоять слишком много нонфика, не читанного, мне будет плохо. Итак, что есть на этой полке? Что можно почитать? У меня уже вон лежит просто подготовленный. После 24 часов, то есть где-то завтра, уже можно будет начать его читать. Вот это мы точно не берем. Вот досюда точно вот эти книги. Это на отдельные выпуски, на отдельные обзоры. Вот у меня есть стопочка маленьких книжечек, и здесь можно будет что-то выбрать. То есть вот это вот брать нельзя, это слишком толстое. Что еще? Опа! Вот минус таких полков, конечно, то, что падает. Так, вот это я взять не могу, потому что я не прочитала еще биографию Шекспира. Вот это возможно, вот это возможно. Диггинс здесь на 1 января. А вот это возможно, вот это возможно. Вот это, по-моему, все-таки большеватая. Так, я знаю, что я точно хочу прочесть первым. Это будет... Нет, это больше не ты, это будет дамба. Это будет дамба, потому что я очень-очень... Господи, здесь так темно. Почему здесь так темно? Сейчас я включу свет какой-нибудь. Я включила какой-то свет, и стало чуть-чуть... Да, стало чуть посветлее. А на моем чердаке очень темно. В общем, это дамба. И где тут свет? Нет, вот есть свет, короче. Это не Еми. Я очень хотела давно прочитать эту книжку. И вроде как она не очень большая. Сейчас узнаем. Фокус. 300... Сколько? Обожаю такие моменты, когда тут нет страницы. Так, 349 страниц. Ну, то есть 350 страниц должно получиться. Так что вот первое точно буду читать дамбу, скандинавы, why not? Потом надо взять что-нибудь тоненькое. И я просто сейчас выложу, как бы, претендентов. Вот это должно получиться, потому что здесь немного страниц. Здесь где-то... Сколько? 247. Ну, учитывая, что здесь тоже достаточно большой... Большой... Что-то фокус, конечно, в темноте так себе работает. Шрифт... Maybe. Так, Гарди, точно медленно. Вот это вот еще можно. Вот это еще можно. Она тоже тоненькая. Сейчас узнаем. Ой, да, она вообще тоже 300 страниц, но она прям совсем малышечка. То есть она вот... Вот моя рука. Вот эта книжка. Но это французы. Тяжело мне с французами. Ну, ладно. Maybe. И вот эти вот две. Вот так. Это остается. Это остается на будущее. Я прям чуть-чуть думаю, как все медленно подваливается. Так, остается вот эти две. Точнее, вот эти вот две. Может быть, Форест Гамп. Я не уверена. Но может быть. Здесь тоже 300 страниц. Достаточно приличный большой шрифт. Можно прочитать. И Бланши Мари. Это тоже скандинавы. Но я думаю, что скандинавы, потом сразу скандинавы. Вам просто будет не очень интересно. Поэтому вот это я, наверное, точно не буду читать сегодня. В любом случае, если мне останется время, мне что-то захочется почитать скандинавского, я бы лучше, конечно, прочла вот это вот. Но там, по-моему, поболее страниц. Так. Ну, в общем, вот у меня претенденты. Я, наверное, точно прочитаю это. Точно возьму это. И, может быть, вот это. Вот это все-таки пока не буду. А вот что делать с утром? Что делать с утром? Вот у меня есть еще небольшая книжечка. Приятная. Вот это вот. Я не помню ее. Просто совершенно такая старая книжка. Я хотела ее почитать. Но надо что-то такое, чтобы вообще мозг соображал в 3 утра, в 4 утра. И, наверное, я возьму тогда... И, наверное, я возьму тогда антимид, а которая из них первая. Вот это, по-моему, первая. Да. Так. Сейчас мы узнаем, сколько страниц. Сколько страниц. Нормалевка. Пойдет. То есть вот. Вот это точно пойдет на ночь. Вот это тогда пойдет сейчас. Потом почитаю завтра кутив. И посмотрим по моей скорости. То есть план вот такой. Я, конечно, такая. Это сразу заявляю себе смело. Не факт, что у меня получится именно вот так. Но попробуем. Так. И вот это положим пока вот сюда. Просто, чтобы на будущее. Все. В общем, прошел у меня час. Я за час прочитала где-то 62 страницы. 62-я. Очень медленно читается из-за того, что, оказывается, нужно постоянно откручивать камеру, прикручивать камеру. И так далее. Но пока мне очень нравится. За, получается, 10 глав. То есть, если честно, вот на 11-е, то я остановилась за 10 глав. Нам представляют всех героев этой книги. Здесь их много. И это не то чтобы тяжело, но просто их всех зовут как-то так, особенно по-шведски. И эти шведские имена, это, конечно, сразу. Вот начинаешь читать. Тут вот это вот. Он провел ночь в своей койте в Кире Локта. Обожаю эти названия. Конечно, не выговариваемые совершенно. Тут традиционно у нас действие происходит на севере Швеции, где у нас живут саамы. В общем-то, откуда родом у нас с Амниеми. И представляют героев. Героев у нас, получается, у нас есть Адольф. Как его зовут? Адольф Паваль. Чувак какой-то из Лондона, который приезжает в Швецию, вот сюда к себе на родину. Живет в каком-то там саамском жилище. Отдыхает от Лондона. И он застает первым вот эту вот гигантскую волну. Потом у нас есть супружеская чета, которая в разводе и в каком-то гигантском скандале. Винсент и Хэнни. И их дочь, как зовут дочь, кто-нибудь знает. Сейчас скажу. Лависа. И фамилия у них Лаурин. Вот, короче, семья Лаурин. Отец, мать и дочь. Дочь беременная. Отец и мать сейчас разводятся, скандалят по поводу того, что отец еще уничтожил все пионы матери. Это была гигантская страсть Хэнни. И Хэнни там что-то ему мстит. Ну, такие, в общем, обычные человеческие дела. И потом у нас есть еще одна героиня. У нас есть Лена Лунт. То ли Лунт, то ли кто она. Короче, Лена. Она ходит в кружок для художников. Пишет акварелию. И вот она на берегу реки вместе с художницами. Она занимается живописью. Работает акварелию. И там у нее случается какой-то адский конфликт с одним из участников этого курса. Это мужчина молодой. Там что-то какое-то прям чуть ли не насилие идет. И они становятся тоже свидетелем. То есть вот эти все персонажи постепенно видят, как приходит вот эта гигантская волна. А есть еще одни персонажи. Это ребята, с которыми работают на дамбе. Там какой-то мужик. Барни. Или как его зовут? Да, Барни. И две девицы, которые приехали туда что-то измерять и что-то там изучать. То есть у нас получается Адольф, Барни с девицами, семья Лаурин и Лена. Четыре группы, которые участвуют в этих событиях. И в общем-то все. И дальше, вот после десятой главы, снова идет повествование к Адольфу. Все. Больше пока ничего не произошло. Пока в каждой главе мы видим только, как они начинают видеть то, что происходит. То есть как идет волна на них. И мы знакомимся с самими персонажами, какие они. То есть больше узнаем их характеры. Но тут все традиционно. Все несчастливы. Даже если кто-то немножечко счастлив, но есть все равно какое-то несчастье. Все какие-то неприятные в большинстве своем. Лена страдает депрессией. Барни сексист, который может ударить женщину. Лену тоже какой-то чувак. Вот этот вот ее молодой. Там произошел конфликт. Он ее тоже чуть не ударил. Единственный нормальный мужик, который мне здесь нравится, это Винсент. Но его насилует его жена. Потому что она его жутко обидит в процессе этого развода. Лависа, их дочь, такая неплохая вроде девушка. Она беременна. И тоже видит вот эту вот волну. И на этом останавливается. Она беременна. Она видит. Отец с ее матерью взлетели уже на вертолете. Сумели спастись. Но сумеет ли она, непонятно. Потому что вот она сейчас стоит, похоже, там, где ее, возможно, смоет. Вообще, конечно, событие развивается очень быстро. Очень волнительно. Я очень люблю тему катастроф. Я на самом деле очень люблю фильмы катастроф. И поэтому для меня это прям кайф. Мне очень нравится. Он очень любит вот это вот нападать про грязные трусы и про мочу. И мне это очень нравится. Я люблю это у скандинавов. Это вот что-то такое, знаете, характерное для них. Очень пока все супер-классно. Единственное, что темп чтения, я думала, будет быстрее. Но это 24 часа чтения. Я могла бы догадаться, что пока ты все это вот делаешь, красивенько снимаешь на камеру, это все очень забирает время. Все. 11 глава. Мне нужно сходить за новой порцией воды и начать читать дальше. Прошел час. Я забыла отметить время. То есть вот 9.32. Я забыла отметить время, когда я начала. Я начала в 8.25. Но решила, что округлим и сделаем в 8.30. Вот получается. Прошел почти час. Все. Идем на второй час. Я надеюсь, что за второй час я прочитаю чуть-чуть побольше. Блажен, кто верит. Тепло ему на свете. Короче, я сейчас дочитала до 114-й страницы. Время 10.23. И, блин, тут такое произошло, что я вообще не ожидала. Здесь есть вот это ощущение ужаса перед природой. Есть ощущение страха. Есть ощущение страха перед водой. Я как человек, который не умеет плавать, еще больше боится. Хотя это, знаете, не вода. Тут я подчеркнула. Здесь есть очень хорошее такое выражение. Господи, где это было? Сейчас я найду. Вот. Дом оказался в самой середине потока. Река. То, что она видела, нельзя было называть рекой. Ничего похожего. Серо-коричневая плевотина. Мелькнула мысль. Весь мир заполнился плевотиной. Ну, это, во-первых, типичный Ниеми, потому что он вот любит такое. А, во-вторых, это такая крутая картина. Мне нравится, как пишет Ниеми. Вот у него такой сочный текст. Он такой при этом очень живописный. И при этом не слишком. Он очень легко читается. Мне нравятся какие-то его здесь фразы. Вот, например, серое текучее электричество разлилось на пол провинции. Тоже очень классно сказано. Потому что они добывают там электричество. Вот на этой дамбе там гидроэлектростанция стоит. Персонажей, конечно, просто мама дорогая. И самое удивительное, это то, что происходит страшная вещь. Действительно страшная. И некоторые персонажи остаются такими же мудаками, какими они есть даже вот в эту катастрофу. И это, наверное, еще страшнее. То есть Ниеми, на самом деле, показывает, что на фоне страшной природы все еще самым страшным остается человек. И я почему-то в шоке села и стала записывать. Я вообще-то не планировала записывать, пока я не читаю хотя бы вот досюда. Потому что здесь вот происходит на 112-й странице, 112-й, 113-й, такая жесть. Но это не то, чтобы жесть. Но я не ожидала. Я думала, самое страшное здесь будет катастрофа. А здесь все еще самое страшное. Это... В общем, ладно. Я пошла читать дальше. Вот, вместе с котиком. У меня тут котик пришел традиционно. Он очень любит тут рядом со мной лежать. Сейчас будет тут спать весь день. Я на 184-й странице. 184-й, 30-я глава. И это очень-очень-очень круто. Я не знаю, кому мог не понравиться этот роман. Нет, я подожреваю, что кому-то он мог не понравиться, потому что здесь есть сцены, которые, если ты не привык к скандинавам, если ты не привык к тому, как они могут писать, тебя может прямо отвратить. Потому что, во-первых, здесь есть сцена насилия, достаточно жесткая. И она жесткая даже не потому, что там выписывается, а она жесткая потому, что происходит после нее. Просто это было... Это было сильно. А, во-вторых, здесь есть сцена, где одна из героинь, Лена Сунд, она, а не Лунд, оказывается, она, в общем, отрезает, то есть она прямо вот таким небольшим ножиком отрезает колено под водой, чтобы из-под дерева вытащить. И это описано очень натуралистично. Это вот прямо максимально натуралистично. И если вы такое не любите, то вам будет читать тяжело. Вообще здесь очень много натуралистичности. Я не люблю говорить слово плотский, потому что плотский, это больше, знаете, у меня в голове сразу возникает картинка женщин Рубенса с вот этими гигантскими прекрасными ляжками в целлюлите. А это больше кровь, пот и члены, я бы сказала так. Но это очень хорошо. И здесь есть очень пронизительные моменты, которые как раз на контрасте. Потом здесь еще появляются какие-то еще персонажи. Появляется Гунар и появляется София, но пока их мало. Гунар просто уже все попал под цунами. И уже там стучит мама усиленно. Его, короче, лавина уже затопила дальше. И вот я остановилась на нем. Что с ним будет, непонятно. Он тоже пытался спасти просто чувака, а из-за этого застрял. Потом мы видим городочек, как он называется, Люлео, вот, где отключили свет. И София в магазине понимает, что во всем городе отключили свет. И она уже нутром чувствует, что что-то происходит. Ну и там еще происходят разные вещи. Но, наверное, больше всего мне нравится, как Ниеми на контрасте с природой показывает выбор человека. Это очень-очень-очень книжка про выбор человека. Прекрасный роман. Мне очень нравится. Все, я пошла заниматься активностями, обедать и где-то там в процессе читать. Продолжение следует... Продолжение следует... Обожаю этот наш туннель. Зимой он просто восхитителен. Все эти сосны, у меня дрожит рука, потому что очень холодно. И она замезла. И, короче, да, я пошла за картошкой к соседям. У нас кончилась картошечка, мы берем картошечку с соседей. Через двору. Сейчас покажу вам красоту. Цивилизация! Можно сказать, почти цивилизация. Но, как видите, нет ее немного. И я обожаю эту сосну. Она моя самая-самая любимая. Очень роскошная. Зима. Снег. О, да, угол почистили. Холодно. Рука сейчас отвалится. Потому что она замезла. Так что я кончаю конселяцию. Но пока... Мне вот сюда... Очень жалею иногда, что мой пес отправился вверх по радуге. Потому что мы гуляли вон там. Каждый день. Это было опасно. Но я отправилась. Все, домой. Просто. На сегодня. Все-таки влезти. Ой. Все-таки влезти. И. Все-таки влезти. Продолжение следует... 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 Книга вообще не про это и не такая... Это наверное... Если вы не любите детективы... Но хочется чего-нибудь остросюжетного... То можно почитать этот роман... Он хорош... Он при этом конечно же очень... Такой знаете... Психологический... Потому что здесь что не персонаж... То фигура... фигур со своими проблемами, фигур со своей психологической жизнью. И даже несмотря на то, что он пишет как бы небольшой отрывок из их жизни, по сути, это вообще день, день, когда вот прорвалась Дамба. Он пишет буквально вот немножечко, как они выживали, все равно каждый из них обрисован очень ярко. Вообще очень яркая книжка, это просто, знаете, какое-то супер-супер кино, которое мне сейчас пролетело в голове, и хочется очень-то сразу и перечитать. Единственное, здесь есть сцена, которая добавила, наверное, еще камешек к тем людям, которым не понравилась эта книга, и вот эта типичная скандинавская. Если там были сцены, которые как бы, ну, скандинавские, их типичные для Ниеми, то вон там есть сцена с Леной и Лабаном, или как? Как ставится ударение в имени Лабан? 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 Кто его знает? Ну, короче, там происходит одна вещь, которая, вот это вот, я поимела ее у раковины, у грязной, что-то такое. В общем, если вы читали, или если вы будете читать, вы поймете, о чем я говорю, это было такое, да. Но мне было, мне было даже забавно, я люблю за это скандинавов, это было интересно. Все, все, я закончила, мне очень понравилось, ничего не знаю, не слышу никаких негативных отзывов. Топчик. Отличная книга, как развлечение, как попытка испугать себя водой, потому что, блин, здесь есть персонаж, который не умеет плавать, и он попадает вот в этот момент, когда разливается река. И я как-то призадумывалась, что у нас срочно надо идти в бассейн и учиться плавать. Отличная книга. И идем к следующей, у меня уже не тут лежат заготовленные. Все, дальше я читаю «Завтрак у Тиффани». Здесь, получается, у нас... Сколько страниц? Так, подождите, здесь два. Здесь не только «Завтрак у Тиффани», здесь «Голоса травы» еще. Две его классические повести «Голоса травы», «Завтрак у Тиффани». А, ну то есть, можно читать «Завтрак у Тиффани» быстро, прочитать. Да, получается, «Завтрак у Тиффани» — это вот всего лишь половина книжечки. Но, может быть, мне прочитать всего капоты? Я не привыкла делить, знаете, там вот это вот все. Наверное, я... Как называется? «Голоса травой». Что это вообще такое? Интересно, повесть. Ладно, я, наверное, прочту тогда обе повести, потому что раз это повесть, я чтобы всю книжку целую прочитать. И здесь у нас получается 250 страниц. Но, учитывая, что они еще, еще меньше, как вот этой книжки, и учитывая, что шрифты у них почти одинаковы, то это нужно чуть побыстрее прочитать. Здесь две повести. Ну что ж, две повести, три три повести. Вообще, совершенно без понятия, о чем «Голоса травы», но посмотрим. Итак, времени 14.18. Можно поискать какой-нибудь другой саундтрек. Не знаю, что-нибудь другое. Попробовать почитать под «Граймс». Это было бы неплохо. Такое немножечко на контрастах. Классические капоты и электронная. «Граймс». Да, можно попробовать под нее почитать. Все. Это я откладываю. И это мы прочитали. Идем дальше. Докладываю, что прошло со временем, когда я поставила камеру заряжаться. Прошло уже достаточно много. На числах 16.54. И я прочитала первую повесть. Она называется... Как она называется? «Голоса травы». В общем, это где-то вот столько. То есть я сейчас на 149-й странице начинаю читать как раз «Завтрак у Тиффани». И для меня это первое знакомство с капотой. И это очень приятно. Прямо очень-очень приятно. Я бы сказала, что чувствуется, что это американская литература. Чувствуется, что это американская литература 50-х. И чувствуется, что он с юга. Потому что, по крайней мере, «Голоса травы» история про то, как Колин, маленький мальчик, попадает к двум сестрам на воспитание, вырастает, вот ему 16. И в эти 16, то есть в какую-то там осень, происходит событие. Сестры расссорились, и он с одной из сестер. Там это какие-то старушечки. Доли и, как зовут вторую сестру? Верена Талбо. Значит, Доли со своей негритянкой, со своей прислугой-негритянкой, они, в общем, и с этим Колином, они сбегают в какое-то близлежащее поле, жить, и живут в этом домике на какой-то там сирене. Сейчас я узнаю, какая там сирень, персидская сирень. Они там живут буквально несколько дней, и там происходят разные события. К ним приходит шериф с толпой, пытаясь их оттуда сместить. У ее сестры случается удар. У ее сестру, которая такая, значит, женщина, которая держит там и лавку, и аптеку, и дома арендует. У нее, в общем, такая женщина с деньгами властная. Значит, эту сестру успели обокрасть. И всякие вот такие разные неприятные и приятные события случаются. Ну, повесть совсем маленькая. Я бы не сказала, что тут есть какое-то прям особое-особое раскрытие персонажей. Хотя у него получилось, у него получилось создать историю. И мне очень нравятся здесь именно герои. Мне нравится главный персонаж, хотя он здесь больше как наблюдатель. Мне нравятся вот эти яркие образы старушек. Что старой невритянки, что самой Долли, что ее сестры Верены. Есть еще образ судьи, который к ним потом присоединяется в этом домике на сирене. Потом еще появляется там Райли. Райли — это местный, значит, красавчик-парень. И это очень атмосферное чтение. То есть я бы сказала, что это не чтение событийное, не чтение психологическое, а чтение очень атмосферное. То есть тут прям чувствуется юг американский, чувствуется вот эта природа, погода. То есть это очень-очень атмосферное, это очень южное чтение. И это мне очень сильно по атмосфере напомнило «Убить пересмешника». И вообще по атмосфере, по комнатонаструю, по вот этому ощущению юга, негритянского вопроса, который как бы «Убить пересмешники», он, конечно, стоит во главе, угла этой книги, а здесь он просто сосуществует с вот этой темой, наверное, прощания со своим домом и прощанием вот с этой атмосферой уюта, когда ты живешь в гнезде под вечной лаской этой прекрасной старушечки Долли. Вот такая вот идет тематика этой поести. Мне понравилось. Это было очень мило. Влюбилась ли я, я пока не могу понять. Но тема американского юга мне интересна, но она дается мне не всегда просто. Поэтому такое, да. И все, я приступаю к завтраку. У Тиффани она поменьше, чем голоса... Как правильно? Голоса? Голоса травы. Поменьше, чем голоса травы. Но сначала нужно повесить гирлянду, потому что приехала и все еще не повесила я. И нужно принять кофе, потому что я читала голоса травы и чувствовала, что я хочу залечь на матрац. Вот. Но нельзя же залекать на матрац. Камон, еще так мало времени. Еще только вот 5 часов. Надо пойти принять кофе. Сделать себе вкусненький кофе и читать завтрак у Тиффани. О, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 A few moments later Но зато он передает точно, что у меня происходит в комнате. У нас темнеет, получается, в 5, а светлеет часов в 9, поэтому полдня и сижу в темноте. Так что все по-честному. Темный кадр. У меня настолько темно в комнате. Главное, вот здесь я лампу поставила, чтобы было читать светло. И я дочитала завтрак у Тиффани. Все. И это оказалось очень... Это действительно история. Проститутку. Блин, я не знала... Ну, нет, я знала, что фильм врет, но я не знала, что фильм настолько врет. Потому что то, как фильм вылезал вообще начисто эту историю, это надо постараться, мне кажется. Они постарались, конечно. Нет, Одри Хэббер, в принципе, сыграла замечательно. Только при том, что она брюнетка, а здесь описывается героиня. Она блондинка, и она с мальчишеской стрижкой. То есть не совсем в таком точно образе. Но, наверное, вот это вот изящество Хэбберн предает. Единственное, что не предает Хэбберн, это точно... Это какую-то, знаете, такую неуловимую вульгарность. Но вульгарность настолько тонкого флёра, что она предает, наоборот, героине какой-то шарм. Ну, она проститутка, что с ней еще взять. А как бы, естественно, в фильме она как бы и не проститутка. Ну, в общем, да, фильм очень приглаженный. Более того, здесь вот это раскрывается история главной героини. И когда узнаешь, что она в 14 лет вышла замуж, я просто такая, что... Просто... Мои впечатления. Это было такое... Воу-воу-воу-воу. В общем, интересно. Интересно всё это, конечно. Мне понравилось. Не скажу, что больше, чем «Голос травы». Одинаково. Но могу сказать, что мне очень понравилось. Наверное, со второй повести я прям прониклась капотом, в принципе, тем, как он пишет. Но что мне еще очень понравилось, это то, насколько разная атмосфера в этих повестях. То есть, если «Голос травы» — это прямо юг негритянский такой, вот эти 50-е, то «Завтрак у Тиффани» — это очень нью-йорская атмосфера. И это очень атмосфера Нью-Йорка. Такая богедная. Тоже вот эти вот сороковые. Все эти бары, клубы. Все эти мужчины, мафия. В общем, классная атмосфера. Да, и атмосфера, опять же. То есть, эта повесть не совсем про персонажей, про их глубину-глубину-глубину и ширину, а больше именно про атмосферу. Мне понравилось. Это было неожиданно по сравнению с фильмом. Но захотелось даже пересмотреть фильм. Единственное, что в фильме я, конечно, очень обожаю конец. Он такой романтичный. Такой он весь прямо для девочек. А здесь конец очень жизненный. И поэтому он такой немножечко грустный из-за того, что он очень жизненный. Но это было классно. Все. Теперь можно браться за Нэнси Митфорд. И что-то как-то на дворе уже девятнадцать сорок пять. Да? Сейчас. Что бы у меня нет? Да. На дворе уже девятнадцать сорок пять. Получается, я потратила где-то пять часов на вот эту книжку. Пять часов! Господи, почему так много? Ну, не умею я читать как сканер нового поколения. Я читаю как сканер старого поколения. Это значит, что на Нэнси Митфорд я, наверное, потрачу тоже где-то часов пять или шесть. И если сейчас восемь, это значит, где-то я закончу Нэнси Митфорд читать часа в два или в три ночи. И у меня останется еще время на какую-нибудь книжу неприятную. Посмотрим. В общем, все. Пошла я процесс за Нэнси Митфорд. Докладываясь, я читаю Митфорд потихонечку. Соответственно, я начала читать где-то ее в шесть вечера. На дворе у нас 21.55. Я читаю ее как-то не торопясь. Да, я где-то всего лишь на... Да, я всего лишь на 111 странице. Или 110. Как вам угодно. Мне так нравится. Боже, это лучшее чтение для души. Это лучшее мое вложение денег за последние книжные покупки. Я хочу чуть ли не над каждой страницей. Потому что здесь вот этот мой прекрасный, излюбленный британский юмор. Я уже стала подчеркивать чуть ли не на каждой странице всякие шутеечки. Это прекрасно. Это просто... Я вообще не знаю, как это выразить. Но читаю я ее как-то супер медленно. Потому что я эти шутки прочитываю по раз-два-три. Мне так хочется наслаждаться ими, перечитывать их. И это, короче, какой-то восторг. Я прям очень сильно вам советую. Хотя я вот еще прочитала только треть. Это реально отдохнуть. Реально отдохнуть для души. И насладиться просто вот этим вот золотым миром, безоблачным, английской аристократии. И мне твоя самая большая проблема это то, что он тебя накричал отец, который там скрипит с зубами вставными и стер уже четыре пары от своего негодования. Но это просто очень смешно. У нас есть как бы главная героиня, Фанни. У нее такие родители, в общем, которые слегка забросили. Значит, мать у нее с ума с бродка. Отец у нее тоже где-то там ездит, гуляет. Но он тоже лорд, тоже достаточно богатый человек. И она воспитывается одной из тетушек. То есть там было три сестры. Сэдди, Эмили и вот мать Фанни. Мать Фанни, младшая куда-то, в общем, где-то там в Париже, воспитывает Фанни, средняя сестра Эмили. Но на каникулы Фанни всегда уезжает к своим кузенам, к тете Сэдди, вот в поместье Алконнелли. И начинается так. Просто восхитительно. Сохранилось фото тети Сэдди и ее шестерых детей. И на фотографии ясно видна висящая на стене саперная лопатка, которая в 1915 году дядя Мэтью одного с другим перебил восьмерых солдат, выползавших из немецкого блиндажа. Лопатка до сих пор распачканная кровью и прилипшими к ней волосами, когда мы были детьми, являлась предметом нашего восхищения. Боже, это очень смешно. А потом там, когда тетя Эмили начинает выходить замуж, внезапно она как бы обручилась, и они там, вот эти вот все детишки, их толпа, значит, они вырастают, они там, значит, сидят в какой-то то ли сушильме, то ли праздничной и болтают. Это тоже типичная такая английская картина взросления детей и их разговоров. Похоже, сцены есть в хронике семьи Козлет. С какой стати ей вздумалась выходить замуж? Она не может быть влюблена, ей 40 лет, и как все малолетки мы считали, само собой разумеющимся, что любовь это сугубо детское развлечение. Как думаешь, сколько ему лет? Лет 50-60, наверное. Возможно, она полагает, что не дурно стать вдовой. Траур, ну ты понимаешь. Может, она решила, что Фанне необходимо мужское влияние? Мужское влияние? Воскликнула Луиза. Я предвижу неприятности. А что, если она влюбится в Фанне? Вот будет веселенькая история. Как у Сомерса этой принцессы Елиса. Заветы. Боже, помяни мое слово, он начнет играть в нехорошие игры и щипать тебя в постели. Вот увидишь. Конечно, нет. В его-то возрасте старики любят маленьких девочек и маленьких мальчиков. Ставила Боб. Это, в общем, очень смешно. Там, когда девочки взрослеют, дядя Мэтью, такой весь очень специфический персонаж, типичный представитель старой английской аристократии, Линда, любимая кузина Фанни, ее прям самая-самая лучшая подруга из всех этих кузенов, когда Линда выходит замуж, она выходит замуж за какого-то, ну, как бы, немецкого англичанина. Давным-давно они сели в Англию, банкиры, и, значит, тут очень смешно, когда на следующее утро, когда мы слонялись по холлу в ожидании копченого лосося, который уже возвестился божественным запахом, наверх мимо нас пронесли два подноса с завтраком. Для Сэра Лестера и Леди Крессик. Нет, это черт знает, что такое, возмутился дядя Мэтью. Где это видано, чтобы мужчине подавали завтрак в постель? А он, короче, наезжает, что говно семья, немцы еще, и он с ностальгией посмотрел на свою саперную лопатку. Ну, это как бы отсылка, что саперная лопатка набивал немцев в первую мировую. А потом здесь еще есть забавные, тоже мне очень понравилось, когда сваты наконец-то смирились, что их дети женятся. Вот сэр Лестерн сказал, что ну могло быть и хуже, она хотя бы из высшего общества. А дядя Мэтью могло быть и хуже, не без сомнения, сказал дядя Мэтью. По крайней мере, он хотя бы не католик. Ой, это прекрасно. Здесь есть какие-то, знаете, такие фразы, которые характерны для женской прозы начала 20 века. Такой, знаете, юмор про женскую судьбу, женскую натуру, юмор мудрый и какие-то такие вот мудрости в стиле литературы того времени. И вот здесь, например, тоже. Бедная Линда, она чрезвычайно романтичная. Для женщины это фатально. И все же большинство женщин безнадежно прозаичны, а это великое благо для всех. Иначе мир едва ли мог существовать. В общем, такие вещи. И, соответственно, я прочитала 110 страниц. Всего в книге, на самом деле, 286 страниц. Так что я не думаю, что я успею до двух или трех ночи. Но посмотрим. Сейчас 10. Я говорю, что я очень медленно читаю, потому что мне приносит такое удовольствие книжка. Она очень замечательная. Она вот прямо идеальный британский пирожочек для души. Я в любви просто бесконечной. Что я еще хотела сказать? А, ну, в общем, на дворе как бы куча времени. 10 часов вечера. Но мне еще не хочется спать. Кофе во мне еще играет, который я выпила в 6 вечера. Ну, где-то около 6 я выпила, окей, полшестого. Но я думаю, где-то в 12 или в час я, скорее всего, выпью второй кофе, потому что кофе разлагается у нас в организме 4 часа. И плюсы в том, что ты не собираешься спать ночью, это то, что есть какое-то, знаете, ощущение, что у тебя впереди до хрена времени, и ты можешь посидеть читать. Это кайф. А с другой стороны, минус, что тебе не нужно идти спать, это в том, что я очень хочу есть. Обычно, когда я собираюсь спать, я как бы, я же иду спать, поэтому не надо нажраться на ночь. А так я уже успела наложить в себя кексики. Будет кофе в час ночи, и я еще что-нибудь съем стопудово. Короче, бесконечный зажор. Я даже села, вот чтобы покрасивее кадр выставить. Не только мои подушечки, хотя мне прекрасные подушечки. Кот вот уже свалил к матери спать. Все. Ну вот, огонечки. Короче, все. Пошла читать дальше. Я зачитала... Сколько? Сейчас. 12.25. Как-то я очень быстро зачитала. Я почему-то думала, что я буду читать долго, потому что я так долго читала первые 100 страниц, и... 12.25. Еще 8 часов. А я не знаю, что читать, потому что я рассчитывала только на 3 книжки. Вот. Ну, сейчас надо дотрать какие-нибудь книжки по самому этому роману. Могу сказать, что это прекрасная вещь. И... Она какая-то... Блин, я стала понимать, к чему все идет. Где-то вот... Где-то вот здесь. На 235-й странице, что ли. Ну, то есть, где-то вот на вот этом объеме. И я поняла, что все закончится так, как закончилось. Но... Ну, да, конечно. Блин, мне бы хотелось, чтобы закончилось немножечко по-другому, но в то же время это придало этой истории какой-то... какое-то очарование, что ли. Такое немножечко ощущение приятной печали, что ли. Короче, отличный роман. Он прямо душевный, максимально душевный. Я вообще не ожидала. И это так... Ну, то есть, я ждала, что это будет приятный пирожок, но я не ожидала, что он будет настолько душевный и приятный пирожок. Еще я здесь словила очень много вайба Батство Даунтон, Хроник Семи Козалет. Есть моменты, просто этот роман опубликован в 45-м году, естественно, сильно раньше, чем Хроники Козалет. И Батство Даунтон, и я вижу, какие-то места взятые из этой книжки, например. Потому что Хроники Козалет, здесь есть образ Дэви, это муж тети Фани, вот тетушка, которая воспитывает Фани, у нее потом появляется этот муж Дэви, и он очень сильно похож на чувака, я забыла, как его зовут, Хроника Семи Козалет, он появляется там в какой-то книге, то ли во второй, то ли в третьей, и он является другом отца Квыри. Ну, короче, если вы читали Хронику, вы поймете, о ком я говорю, его зовут как-то на А, по-моему. Вот Дэви очень похож чем-то на вот этот образ. не то, что это Калька, а вот какое-то ощущение человека, мужчины, который, если кто-то из детей куда-то убегает, в Голливуд или еще куда-то, то этот человек является тем, который разбирается в эти семейные дела. Человек, которому семья начинает обращаться в такие минуты. А еще здесь есть фигура вот там дядюшки Мэтьо, и когда приходит война, и его не берут на войну, и он как сердитый медведь ходит по дому и очень обижается на это. Это очень сильно похоже на Лорда Краули из Аббатства Даунтон. Прямо очень сильно. Я такая, ну-ну-ну, понятно, откуда ножки-то все идут у Аббатства Даунтон, потому что в Хронике Синий Козелет тоже есть вещи, которые в том есть в Аббатстве Даунтон. Вообще, очень приятно вот в этих всех книгах находить какие-то вот пересечения того, насколько какие-то образы из одного проследения в другое переходят, и они становятся такими, знаете, даже не то, что слезали образ, а именно, что это какой-то определенный типаж становится, типаж кухарки, типаж лорда, типаж другой семьи, и они в этих романах из книги в книгу переходят. Очень классно, очень здорово. В сути, это роман, который рассказывает Фанни, здравомыслящая, образованная, прекрасная Фанни, такая самая обычная английская девушка о своей кузине, о своей кузине, о своей семье, и о семье своей тети, своего дяди, всех своих кузенах, но самое главное именно о кузине, о Линде. Очень интересная это, конечно, фигура такая тоже, Линда, девушка прекрасная, необычная, интересная, сумасбродная, сумасшедшая тоже, но в качестве героини романа она очень-очень здорово про нее читать. Мне очень понравилось, это было очень классно, это было очень душевно, я прямо вообще на коне, но я чувствую часть сознания, моя немножечко начинает отключаться, на дворе всего лишь сколько, господи, где посмотреть, пол первого, поэтому я сейчас выпью кофе, умоюсь, точнее сначала умоюсь, потом выпью кофе, и выберу какую-нибудь еще книгу, вот это будет целая дилемма, но надо выбрать книгу, потому что я очень быстро прочитала, еще нет часа ночи, я уже свои планы выполнила, всю пятилетку, за сколько там, часов, еще сутки не прошли. but why was it always close, ranging from a movie scene, to made of people, in my dreams, the last time if I recall, was the feeling of being alone, I don't know at all, where I'm going isn't far, так перед тем как умываться давайте сначала выберем книгу так сюда традиционно не смотрим что есть есть маленькие книжечки как вариант можно прочитать реально тит перенеку не любил зов ктулху есть мы и она хотя такая не знаю видно что он будет увлекать мне увлекательного то не осталось такого чтобы красночь ну то есть я ну конечно да выбор конечно не велик может быть реально прочитать наследство сколько здесь здесь 300 страниц ну хотя да на ночь почему нет можно попробовать можно попробовать читать наследство или учительницу сначала учительница господи почему я учительницу называю песню учителя здесь сколько страниц здесь 253 страниц я думаю сначала прочитать наверное песню учителя потом но если останется время то вот это здесь сколько страниц так сейчас узнаем 324 это 324 на 250 тоже страниц но есть 254 большим шрифтом возможно хотя я наверное о здесь мелкий шрифт давайте сначала вот это прочитаем и посмотрим по времени если времени будет прям совсем или взять прям полноценный прочитать посредника а здесь сколько я знаю что он небольшой ну нет так до 400 страниц не факт что успею нет это я точно могу не успеть мне еще есть лондонские сочинители вот еще у меня есть журнал виктора франкенштейна у нет он большой 478 мелкий шрифт нет возьму вот это я сначала прочитаю наверно вот это хотя это будет кайта какая-то штука но возможно я впаду в состояние только татаническое и мне будет как раз вот это вот если останется время прочитаем вильдис йорк прочитаю да беру эти две но я не буду на самом деле бежать как и паровоза и все таки возьму только эту прочитаю ее потом если вдруг то подойду короче беру это все ладно а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 3.19 Иду по графику Белки, как говорится И читаю вот эту книжу Наталья Зулеевитит Беренику не любил Это было такое странное начало Потому что в аннотации тут сказано Роман Наталья Зулеев Достойный в 2015 году престижной премии Вечи заключает историю жизни великого трагика Жанна Рассина А потом там написано В рамку современной истории Любовного разрыва Превращая школьного классика В исповедник Раскачется ее брата по несчастью И короче, какая-то херня Она написана, по-моему Я не поняла сначала, о чем вообще этот роман Этот роман, кроме того, что там есть Росин Как бы я знаю, что это за чувак Я начала читать И тут просто какая-то героиня Без имени и без названия Нет, точнее ее зовут Береника И она путает себя с Титом Из Рассина Что Тит Беренику не любил Значит, и она переживает свой разрыв И в попытках пережить свой разрыв Она начинает увлекаться Рассином Начинает заучивать полностью все его трагедии Среди знакомых она начинает Слыть знатоком Рассина И в попытках переработать свою травму Как-то так, что ли Она начинает полностью, в общем-то Погружаться в жизнь Рассина И где-то вот здесь очень хорошо написано Что, вот, написано Послушай, хватит, не трогай Рассина Со всех сторон ее пытаются отдернуть Обломаешь себе зубы Твоим ручонком не схватить Такую мраморную глыбу Рассин принадлежит не тебе Рассина, это сама Франция Но она хочет, хочет именно этого Потрогать, хватить руками Дерзкий вызов Пари Если она поймет, как удалось этому буржуа из провинции Изобразить в таких пронзительных стихах женскую любовь То поймет, почему ее бросил Тит Нелогично, абсурдно Но ей кажется, что Рассин Та точка, где мужское начало Предельно близко к женскому Он гибралтарская Гибралтарская Ночью с моим кортавым языком Та только это и читать Гибралтарская скала между двух полов Слух она не признается Официальная версия такова Она хочет убежать из своего времени Из своего сегодня Создать что-то, что отвлечет ее от горя Вылепить нечто ощутимое В слепую, поскольку слезы застилают взор Начать она решила с самого начала Сказала себе Остановим мгновение И все И дальше начинается жизнь Рассина То есть я-то думала, что тут будет Про какую-то невменяемую бабу Которая не может забыть мужика К счастью, про нее всего лишь 17 страниц А дальше начинается про Рассина С самого раннего детства Про то, как у него умирает родители Про то, как он попадает в школу С как он становится как бы сиротой Попадает в школу Начинает учиться Знакомиться с латынию, с греческим Погружаются в трагедию Дальше про его друзей, знакомых Любовь, морковь, все дела И про то, как он творит В основном очень много именно про его импульсы Внутренние С помощью которых он пишет свои трагедии И вообще, как он покоряет театр того времени Это очень интересно читать И местами это очень сильно напоминает Сьюзенсон Где-то тут у меня торчат волосы Стопудово Но 3 часа ночи Поэтому как бы вообще уже плевать Временами текст напоминает Сьюзенсон так Любовницу Или любовника Я не помню Вулкана Вот Есть какая-то такая Неуловимая атмосфера Что ли Но чуть-чуть Вот такие Какие-то такие проблески Я не скажу, что это прям как у Сантак Временами это напоминает тупо Акрайда Его биографии То есть когда он пишет биографию Какого-нибудь чувака И вот эта обстоятельность Акрайда И попытка Акрайда Воссоздать эту предыдущую личность Как живую сейчас Кропотливость, которой он подходит К воссозданию этой личности Вот здесь чувствуется В некоторых фрагментах Это такая, знаете, прям биографичность Что ли Мне бы хотелось немножечко больше гармонии Биографичности И метафоричности Красивости Изящества языка В стиле Сантак Но это все равно Очень хорошо написано Это настолько увлекательно Мне очень интересно читать Я не сильно люблю всю французскую тематику Но интересно, да И плюс Я читаю Бхарсина Не могу не вспомнить Бает Дева в саду Там же Кто у нас? Фредерико Там же у нас Фредерико Обожает Рассина Именно в первой части квартета Она обожает Рассина И ты, читая сейчас про Рассина Как бы проводишь Вот эти вот параллели Тоже очень классное Такое ощущение Создается внутри Но я сейчас уже на 188-й странице И здесь всего 324 страницы То есть, в принципе, я думаю Я часов до пяти Наверное До пяти Опять не то взяла Чтобы посмотреть время Часов, наверное, до пяти Возможно, дочитаю Ну, возможно, до шести И дальше я, честно, не знаю, что делать Потому что там останется два часа Заканчивать марафон пораньше Или взять книгу Ну, тогда Он будет больше, чем сутки Ну, я подумаю об этом Когда я дочитаю эту книжку Все, короче Вот Уже 3.25 Пошла читать дальше Чувствую себя нормально Как бы Зевала пару раз Но потом я нашла Очень крутой альбом Вот этот вот И читаю под него Я просто вырубила его На большую громкость В наушниках И он мне помогает не спать Да, я тот человек Который может читать Даже такие вот Серьезные, как бы, вещи С абсолютно Музыкой неподходящей Казалось бы Просто под инди-рок Чтобы оно премело В наушниках Но это Держит мой мозг В тонусе Я знаю, что не все Так умеют делать Меня, наоборот Чтение без музыки Усыпляет Сразу Мгновенно Буквально 5 страниц Все, и я отключаюсь А с музыкой Я могу читать Очень-очень долго Тоже в 3 часа ночи Да, чуть-чуть Да Вот Он как замурлыкал Господи, главное Сейчас пойти Не опять дальше Не начать есть еду Времени 4.45 В 4.41 Я закончила Читать Вот это Я немножечко в шоке От самой себя Нет, книжки тоненькие Да Но я бы не сказала Что все книжки Были легкими Окей Дамба Смитфран Были легкими Но Капота Я бы не сказала Что он прям Супер-супер легкий А вот это Так вообще Вот это Так вообще Знаете Непонятное состояние Ночное Даже помогло Этой книжке Потому что Полностью Вообще Перенеслась Вот этот Французский двор До века 14 И в эту жизнь Жанна Рассина Да Автор все еще Продолжалась Сбиваться На Атмосферу Акрейда Потому что Здесь По сути Вся книжка Это такое Описание Того Как он писал Свои произведения Там прям Описывается Как он задумывает Свое очередное Произведение И соответственно Прям немножечко Такой идет Анализ Того Что он хотел Какие у него Типа там Персонажи Я такая Прямо Ну Акрейн Даже тут Вот Потом Здесь еще Есть вставки Современные Еще две вставки Или где-то Посередине Ставка Современной С новой С этой бабой Непонятной И в конце Снова Но там вообще Ничего не понятно Почему-то в середине Она все-таки пошла К этому умирающему Титу А в конце Оказывается Что она все-таки К нему не зашла В комнату Я так и не врубилась Что это были Загаллюцинации Когда-нибудь И перечитаю Эту книжку И узнаю Когда-нибудь И перечитаю Немочью И узнаю Но в общем Мне кажется Современные Ставки Здесь были Странные Мне хочется Снизить за них Балл И поставить Книжки Не пять из пяти А четыре Из пяти Из-за этих Современных Ставок Мне они Не очень Понравились Меня бы Вполне Вдовлетворило Если бы Здесь полностью Была только История Жанна Россина Она рассказана Прекрасно Она рассказана Чудесно Это такая Франция Франция Это вот Все Если вы любите Францию Если вы любите Поэзию Семнадцатого века Если вы любите В принципе Изучать Поэзию И литературу Именно с точки Зрения того Как она развивалась И соответственно Нужно знать Жанне Россине В том числе И нужно читать Эту книжку Это второе Если вы любите Людовик XIV Если вы любите Атмосферу Вот этого двора Здесь тоже Оно есть Такое Проблескивает Промелькивает И даже Где-то прям Супер жирно Что-то в этом есть И причем Король здесь Поминается Довольно часто В том числе В том числе Из-за того Что он Я уже заговариваюсь В том числе Из-за того Что он Был важной фигурой В жизни Рассина И Рассин Был его Типа Биографом Или как это еще Писать Рассин был Среди того Маленького Количества Людей Которые Входили Первыми Когда Людовик Просыпался Садился на туалет И переодевался Жизнь Рассина Была очень тесно Связана с королем И король здесь Упоминается Поэтому Если вы Интересуетесь Людовиком Четырнадцатым Это тоже Нужно читать Это очень интересно Это очень Легко читается Очень приятно И как-то Становится Более понятно Что вообще За Рассин Что он там Такого делал Необычного Почему он Так ценится Почему он Так важен Для литературы Почему он Так важен Для поэзии Почему он Так важен Для театра Классная книжка Несмотря на Мои сложные Отношения С Францией И с французами И с французским Всем вот этим Вот искусством Эта книжка У меня останется Мне не хочется Ее расхламлять Я думаю Что когда-нибудь Я даже перечитаю Потому что Здесь есть интересные вещи И в принципе Фигура Рассина Раскрывается здесь Очень хорошо И чувствуется Что это французская книжка Особенно В этих современных Вставках Чувствуется Что это С каким-то таким Французским флером Что ли Но здесь Этот флёр Вот какой-то Вот приятненький Вот есть Французский роман Где он Неприятненький А здесь Очень даже Мне понравилось Всё Я пошла за песней Учителя Вильдиса Йорта Вильдис Йорта Это вообще Мужчина Женщина Я не знаю И наверняка Мне придется Продлить марафон Потому что Сейчас 4.50 Скорее всего Я не успею Прочитать Песню Учителя За Три часа За три С половиной Поэтому В 8.30 У меня Началось Всё Я села Прям читать Я думала Что я в 8.30 Закончу Но скорее всего Если я песню Учителя Не закончу Не успею То я чуть-чуть Продлю Лучше продлить Чуть-чуть На часик И закончу Её точно Читать Всё Я пошла за ней Мне понравилось Очень советую Если Особенно Если вы любите Францию Понравилось Даже мне Кто К Франции Я не скажу Что я её Не люблю Я обожаю Париж Притом что Когда я Приехала в Париж Первый раз Это был город Куда я вообще Никогда не стремилась Но это была Любовь Париж Восхитительный И вот У меня Вот так Всё с Францией Как-то сложно Я очень люблю Париж Но вот Вот эта литература Музыка И всё такое Даже мне понравилось А если вы любите Францию Это прям Будет топ Всё Всё Да Читать У меня даже Свечка Так приятно пахнет Музыка Париж Музыка Так, обстановка, время, время. Время 6.13. Я на 106 странице. Есть шанс, что я закончу даже до 8.30. Третья кружка кофе настроение черный. Но это уже последняя. Мне кажется, я теперь полтора дня не буду пить кофе. Слишком много кофе для меня. Если честно, вот где-то вот столько я прочитала в самом булическом состоянии, усиленно пытаясь заставить свой мозг работать. И это похоже на то, как ты вот так вот проворачиваешь буквально свои извилины, чтобы воспринимать, что здесь происходит. В принципе, мне нравится. Но это сложно, как ни странно. Потому что здесь на такие темы разговаривает книга, на которую надо было читать днём. Но читается хорошо, очень легко. Короче, здесь есть учительница в Академии искусств. Преподавательница. Зовут её Лотта Бёк. Как-то к ней подходит мальчик с режиссёрского курса, четырёхкорсник, Таги Баст. Я специально нашла все имена. И он просит её поучаствовать в проекте, что он планирует увидеть связь между преподаванием и жизнью преподавателей. И он начинает снимать её на камеру. Он начинает снимать её на камеру. Её лекции начинает снимать её на камеру, когда они куда-то вместе выходят. То есть она куда-то идёт, он идёт вместе с ней. И пока они сходили только пару раз вместе в лес, посидели на пледике у реки всего Е57, этому студенту 33. Почему сложно? Потому что, по сути, это роман, размышления о том, как мы себя ведём, когда мы знаем, что за нами наблюдают. Вот просто представьте, что вы проснулись, и вы понимаете, что вы выходите из дома, а за вами наблюдают. И не просто за вами кто-то один наблюдает, а он снимает вас так, что потом вас могут увидеть огромное количество человек. Это начинает влиять на твоё восприятие себя, на твоё восприятие того, что тебя окружает, того, что ты делаешь. Она начинает пересмыслять каждый свой буквально поступок. Те ли туфли она носит, в тех ли обществах она состоит, это её лицемерие, или это действительно она поддерживает. Что говорят они, эти вещи? Что видят люди в этих вещах, которые она носит, в делах, которые она делает, в словах, которые она произносит, и так далее. И это очень круто выписано, действительно, как вот это вот ежесекундное понимание того, что за тобой смотрят. Ты являешься картинкой для всего мира. Как это на тебя влияет, это очень сильно вообще. И это очень по-скандинавски. Странно было бы читать скандинавскую книжку, не чувствовать скандинавского духа. Но тут есть что-то такое, знаете, какое-то препарирование, я бы сказала, психологических моментов того, что происходит с главной героиней. И это очень классно, конечно, выписано, да. Я читаю дальше на 107-й странице. Мне осталось, где мои часы. Сейчас 6.17, до 8.30, по идее, я должна успеть прочитать остальные. И здесь всего 253 страницы. 254. Короче, читаю дальше, где мой кофе. Спасибо. Я закончила. Я закончила время. Я успела, более того. 7.51. Всё, я начала марафон в 8.30. Я закончила на полчаса раньше. Так, по поводу Вильдис Йорд. Песни учителя. Не стоило брать эту книгу на самый конец. Ладно. Она легко читается, да. Но это такая история, это тихая драма одного человека. И его, я бы даже сказала, тихая драма его внутренней жизни одного человека. Это такая книга, которая больше про то, что она тебя заставляет скрипеть колёсиками внутренними и рефлексировать. Очень сложно рефлексировать, когда ты уже не спал в сутки, получается. А сутки у меня прошли на самом деле где-то в 6.40, потому что встала я вчера в 6.40. Поэтому я поняла какие-то общие вещи. Роман про то, что взгляд со стороны позволяет нам посмотреть на себя по-другому. И, кстати, напомнила, знаете, про что? Про то, что, возможно, когда ты снимаешь, и когда ты делаешь это первый раз, и когда ты непривычен к этому, первые разы очень сложно привыкнуть к этому состоянию, к тому, что ты видишь себя как бы со стороны. И соединить вот этот вот образ со стороны с собой. Но, опять же, ещё здесь всё-таки он снимает фильм. Вот этот вот, как его зовут? Господи, тут вроде часто повторяется фильм. Да, так, Баста, да? А, нет, Таги Баст. Отлично. Так, фильм, родимый. Так, ладно, Таги Баст. Короче, он снимает фильм, и в результате он сделал фильм очень откровенный, очень-очень про внутреннее. Он залез внутрь, как бы, главной героини, и показал её изнутри, ей самой. Ей тяжело это переживается, и она в результате прям начинает жёстко, не то чтобы слетать с катушек, но она полностью закрывается в раковину и пытается это пережить. Постепенно она выходит из этого состояния в конце, в самом-самом-самом финале. В общем-то, я так понимаю, была цель этого романа показать именно вот этот её процесс. Это книга про театр. Это книга очень про театр, потому что здесь на протяжении всей книги главная героиня читает лекции своим студентам про пьесы Брехта. Я же не соврала, да? Она разбирает, по-моему, три его пьесы, и она прямо разбирает, то есть тут есть прямо куски с её лекциями, и это было читать тоже так... Я как будто на лекциях сидела, особенно сутки не спав. При этом, вот прочитав эту книжку, отсылка у меня была в голове к книге Бергмана, когда он там вспоминал своих мемуар, как он вставил пьесы Брехта. У меня с драматургами всё сложно. Естественно, я читала Шекспира, я читала Ипсена, я читала, ну, Оскара Уальда, это понятное дело. Ну, в общем, какие-то такие вот столпы я прочитала. Но с немецкой драматургией у меня всё сложно. И поэтому мне было любопытно, честно. Для меня это был такой, знаете, в стиле Брехт в кратком содержании. Примерно как-то так. Поэтому, если вы интересуетесь темой театра, разбором пьес, то вот здесь что-то такое есть. Может быть, вас это заинтересует. Что ещё здесь такое интересное? Здесь, кстати, есть момент, который мне очень понравился, даже вот в моём каком-то отопевшем состоянии. Это про то, когда главная героиня продолжает анализировать себя со стороны, продолжает анализировать себя со стороны, когда её жизнь оказывается вот как бы на суд множество людей. И она понимает, что есть те вещи, которые являются таким вот личным сокровищем, которые правильно играют, которые правильно срабатывают, только именно в одиночестве, только именно в те моменты, когда ты своей жизнью ни с кем не делишься. Это очень было круто. Мне это очень понравилось. Ещё здесь есть рецепт бутерброда, который мне очень хочется попробовать. Ну, это затейники скандинавы, которые могут делать бутерброд из всего. Если использовать основу хлеб с маслом, там она просто в книге кладёт сверху жареные грибы. Никогда так не ела, и мне даже в голову не приходило, что так можно. И это пока всё, что я вынесла из этого романа. Потому что, мне кажется, вот я не зря всё-таки подумала, что «Наследство», второй роман, который у меня стоит, он подлиннее. Я бы, мне кажется, его не успела бы прочитать. Хорошо, что я взяла вот этот вот, хотя я планировала сначала «Наследство» прочитать. Вот «Наследство» там сразу с первых страниц есть ощущение какое-то бергмановское. И вот здесь тоже есть. Но здесь есть ощущение бергмановское, когда тебя фильмы Бергмана заставляют тоже внутренне скрипеть, скрипеть, рефлексировать до скрипа. Вот. И вот здесь тоже есть такое ощущение. Это такой вайб. Прямо мне понравилось. Я буду перечитывать эту книгу, естественно. Если вы искали скандинавов, которые не про внутренности и члены, а вот действительно такая спокойная, тихая драма, ну это не совсем драма. Прямо, знаете, просто для меня драма, это прям драма. А здесь какое-то вот тихое переваривание себя, переваривание своей судьбы и себя как человека. То вот очень классная книжка. Сложно, я бы сказала. Она не очень простая. Потому что здесь, мне кажется, есть куда вот копнуть поглубже, чем то, что вот лежит на поверхности, о чем вот я рассказала. Короче, огонь. Давайте итого. Итого я прочитала. Пять книжек. И я чувствую себя просто Алисой. Реально, я не ожидала тебя. Я рассчитывала только на вот эти вот три. Ну, конечно, это все тоненькие книжки. Это, знаете, все такой марафон тонких книг у меня получился. Но я бы не сказала, что вот эти две книги легкие, они самые тяжелые из вот этих вот всех пяти. И они ко мне пришли прямо напоследок. Если бы я знала, что я успею пять, я бы сначала, конечно, все-таки прочитала бы вот это, потом вот это вот бы все читала. Я себя недооценила. И в результате вот как-то, как-то вот так. Хотя надо признать, что о Зуле я все-таки восприняла более чисто, чем вот это вот. Все-таки читать последние вот эти часы с пяти до вот сейчас было тяжелее. Хотя кофе на один час мне все-таки, конечно, помог. Итак, что я могу сказать? Вот мне все понравилось. Ну, я покупаю книжки для себя всегда на полке с уверенностью, что мне это понравится. У меня были сомнения насчет вот этой книжки, насчет французской, потому что я очень сильно хотела это прочитать, не могла найти в электронке. В результате мне Аня подарила. Но я понимала, что если мне не понравится, потому что это французы, возможно, я от этой книги избавлюсь. Но мне очень понравилось избавляться, совершенно не желаю. И у меня получилось Швеция, Америка, Британия, Франция и Швеция. То есть я в Швеции все-таки закрыла эти 24 часа чтения. Читайте тамбу, если вы хотите что-то остросюжетное, но если вы не любите детективы и триллеры. Читайте капоты, если вы хотите какой-нибудь такой классической, легкой американщины в стиле юга американского 50-е годы, или Нью-Йорк 40-е, соответственно, это завтрак у Тиффани. Конечно же, ну, голоса травы это американский юг. Я соображаю очень медленно и говорю очень странно. Уже я чувствую, как моя пленочка заедает. Читайте, естественно, Нэнси Митфорд. Это просто восторг, потому что это идеальная чтива. «Для пяти утра, черт возьми», а не «Для двенадцати ночи». Да, она прекрасна. Я вообще в дичайшей любви и очень хочу прочитать вторую книгу. Надеюсь, она будет такой же прекрасной. Очень сильно советую вот это. Вот, Тит Беренику не любил. Если вы любите французов, если вы любите исторические романы, если вы любите красиво написанные исторические романы, но при этом без излишней увлеченности красотой текста, так скажем, очень чистый, красивый такой исторический роман про Жанра Сина. Если вы любите театр, если вы любите поэзию, и читайте «Вик Диссьорд», «Песня учителя». Если вы любите скандинавщину, не банальную в стиле, и я почитаю очередной триллер, а вот именно что-то такое сложное, психологическое, драматическое, чтобы вам не ветро крови вылили на странице, а чтобы вот прямо подгрузиться психологически. А в «Дамбе» будьте готовы. Будьте готовы ко всему. К странному сексу, к поножовщине, к насилию, и просто к смертям, к страху перед природой. Короче, тут полный набор скандинавский. Я безумно довольна, не ожидала от себя такого вообще. Я без понятия, что там наснималась. Я надеюсь, что у меня что-то там получится на монтаже сделать. Самый большой квест будет с музыкой, потому что если бы можно было поставить в YouTube все те песни, под которые я слушала, было бы, конечно, особенно классно, но придется как-то изощряться. И мне понравилось. Я не скажу, что мне это далось сложно. Сложно было вот пять утра. Вот это было сложно. Вот с пяти до сейчас, когда я закончила читать эту книжку. Хотя я думаю, если бы книжка была проще, было бы легче. Я хочу попробовать летом. Хочу попробовать летом повторить, потому что будет легче еще и из-за ситуации за окном, потому что у нас белая ночь всегда. И легче просто летом вообще в принципе не спать. Особенно если штура не закрывать. Я когда-нибудь повторю этот опыт снова. Это было интересно. Это было очень круто. Это был такой, знаете, действительно марафон. Хотя меня немножечко уже тошнит от дивана. И у меня есть некоторое ощущение, что сегодня целый день, так как я не могу лететь все-таки спать днем, чтобы не нарушать сон. Лучше лечить все-таки вечером. Девять традиционно. Но весь день я чувствую, что мне хочется просто пылить в экран. И не читать вообще. Я пошла ставить все это на лайфли, бегудрить все горные свои, прочитала. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, пожалуйста, что вы вообще по поводу всего этого думаете. По поводу прочитанного. По поводу получилось ли у меня. Понравилось ли вам. Пробовать ли мне летом. Но я все равно попробую. Понравилось ли вам или нет, не важно. Все. Я пошла. Вот тут мозг, мне кажется, все полностью остановился. Он выполнял свою задачу. И все. Хочется какого-то физического труда, чтобы немножечко скачаться. Надо будет чистить снег. Всем спасибо за просмотр. Всем до следующего видоса. Это будет уже в следующем году. Поэтому всех с наступающим. С Рождеством. Я, как человек, который отправляет Рождество 25 декабря со всеми миром, естественно, вас всех тоже поздравляю. И с наступающим Новым годом. Увидимся. Вот это сейчас щелкнуло у меня плечо. Увидимся в следующем году. Всем пока.